Про железную дорогу очень важный вопрос. Когда я говорил о модернизации страны, в том числе имеется в виду и транспортная отрасль. Сегодня железная дорога практически вся распилена на металлолом. Сегодня я вам со всей ответственностью говорю о том, что та нитка, ну нитка это знают специалисты, профессионалы, то есть я говорю про рельсы, про железнодорожное полотно, его привести в порядок. И поверьте, даже вагоны, произведенные в России, Тверское вагоностроительный завод, то есть те вагоны, которые мы видим всю жизнь на поезде Кишинев, Москва и другие направления, сегодня эти вагоны могут двигаться со скоростью 160-180 км в час. У нас проблема сегодня с полотном, у нас проблема с рельсами. Вы поймите, поезд Окница-Кишинев идет столько часов, что там можно жениться, зачать ребенка и даже можно выбрать будущих кумовей. Как сегодня человек может ехать на поезде? Как человек сегодня может ехать на поезде целый день, проходить отрезок протяженностью 250 км. Сегодня Кишинев, Одесса, может, не может, а должен маршрут составлять максимум 1 час, 1 час 10 минут. Почему я говорил о торгово-экономическом сотрудничестве, в первую очередь с нашими соседями? Потому что это нужно будет решать совместно с Украиной, чтобы не получилось так, как железнодорожный мост, я был позавчера в Кантемире, они давно предлагают пересделать его под автомобильный. И румынская сторона все сделала со своей стороны, а у нас даже не двинулись от моста до Стояновки, до ближайшего населенного пункта, понимаете? То есть я в России провел и проработал всю свою взрослую жизнь, и когда я видел, каким образом строятся сотни, тысячи километров дорог, и у нас сегодня не та протяженность дорог в стране, чтобы сказать, что нам нужно план расписать на 15 лет. Я сегодня благодарю Бога за то, что у нас осталось какое-то количество железнодорожников, профессионалов, потому что сегодня ЖД колледжа в Бельсах больше нет. Академия транспорта, в прошлом или позапрошлом году я смотрел ноль абитуриентов. Я говорил о концессии, когда меня критиковали все в 2011 или 2012 году, у меня не было в политике. Я говорю, послушайте, сегодня, да, я против того варианта, который предлагали из Румынии, когда говорили железную дорогу поделить на предприятия, отдельно предприятия пассажирские перевозки, отдельно грузовые. Все это убить полностью дорогу. И надо отдать должное Кику действующему примеру. Я на совещании как-то, там кто-то с Басарабяцки поднял этот вопрос, и я выступил, и Кик у меня поддержал. Это вот первый раз, когда я услышал кого-то, кто говорит, усатый, говорит, правильно, этого делать нельзя. Потому что грузовые перевозки покрывают убыток пассажирских. Пассажирские, они чаще всего минусовые практически во всех странах мира. И разделив отдельные компании отдать грузовые перевозки, оставить пассажирские, то есть посадить на иглу правительство, эта дорога в никуда. Поэтому мне очень больно сегодня, когда я смотрю историю Молдавской железной дороги. И я смотрю, что в конце 30-х годов, в начале 40-х, у нас практически была та же протяженность, которая есть сегодня. То есть даже тогда, когда не было современных экскаваторов, не было современной специальной техники, железная дорога и объемы, которые выполнялись тогда, они в разы больше, чем сегодня, когда у нас уже есть специальная техника, которая в десятки раз облегчает работу по укладке новых рельс. Мы сегодня обязаны сделать все для того, чтобы железную дорогу не просто возродить, ее нам в принципе нужно создавать заново. Вы понимаете, сегодня не было ни одного экспертного заключения, чтобы провели анализ и сказали, так, в течение пяти лет, чтобы спасти дорогу, нужно закупить условно 164 вагона. Не привязывайтесь к цифре, это должны делать эксперты. Раз. Эти все перроны, которые у нас есть в населенных пунктах, послушайте, все эти перроны ремонтируются за один год. Это не строительство стадиона с какими-то сложными техническими сооружениями, на которые должны уйти года. Поэтому у нас же даже интерес пропал к железной дороге, когда, ну, ребята видят, раньше это была очень престижная работа. На железную дорогу очень тяжело было устроиться на работу. А сегодня даже нет тех, которые хотят выучиться на железную дорожную. И пока у нас есть вот эти ветераны железных дорог, люди, которые проработали десятки лет, люди, которые могут сегодня, они еще живы, слава богу, здоровы, и они еще в состоянии обучить эту молодежь. Но молодежь, пока не будет интереса к самому предприятию власти, этого делать не будет. Я человек, который на железную дорогу пришел в 23 года, с ней связана практически вся моя жизнь. И я уверен, что я соберу в один день всех железнодорожников страны, и этим негодяям мы споем «Друму Релину Астритуати». Очень современная железнодорожная песня. И поют ее и русские, и украинцы, и молдаване. Спасибо. Спасибо. Спасибо.